Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённая в СССР» в студии ее ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит каждый вечер. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – nostalgia.tv.ru. Мой сегодняшний гость родился в Ленинграде в семье известного художника. С детства его окружали мольберты, кисти и краски. Все были уверены, что из него выйдет архитектор, но он выбрал профессию актера, а затем и режиссера. Благодаря его наватарским идеям появились первые телеспектакли и настоящее многосерийное кино, ставшее классикой. Михаил Ломоносов, доктор Живаго и, конечно, такие картины, как «Холодное лето 53-го», «Живи и помни» и многие другие. Народный артист России Александр Прошкин сегодня у меня в гостях в прямом эфире. Александр Анатольевич, добрый вечер! Внимательно выслушав меня, Александр Анатольевич, пожимает мне руку. Как настроение, Александр Анатольевич? Ну, во-первых, мне очень приятно, что меня пригласили, потому что название ностальгии очень ко многому обязывает. Я даже стал задумываться, почему меня пригласили в качестве реликта такого. Ну, во-первых, классик советского кино передо мной сидит, помимо того, что современно существует. Понимаете, вот сразу я хочу понять, определились, почему я ностальгирую. Вы хотите сразу разложить по пунктам, почему вы ностальгируете? Во всяком случае, я понимаю, что я ностальгирую в первую очередь по тому, чего уже никаким образом не вернуть. Это по юности, по молодости, по тем временам. То есть по себе самому тогда? Да не по себе самому, по состоянию, когда ты молод, бесшабашен, тебе кажется, что жизнь бесконечна, что все впереди. И когда ты все легко воспринимаешь и смотришь, так сказать, на мир очень открытыми глазами, очень радикально мыслишь, все свергаешь, там все, пятое, десятое. Вот это состояние, как вы скажете, бурлящей молодости, конечно, это то, чего уже, увы, вернуть невозможно. Но когда меня приглашают на передачу и на канал ностальгии, я сразу начинаю задумываться и возвращаться в те самые времена. И, в общем, это в достаточной степени, как вы скажете, где-то тягостно, а где-то ужасно приятно. Я даже не понимаю, сегодня будет тягостно или ужасно приятно, Александр Анатольевич, вот находиться в этой ностальгической, безусловно, студии, декорация тоже соответствует, если вы заметили. А вот сзади стоит приемник спидола, с которым я прошагал вообще, наверное, очень много километров. У меня была специальная сумка, сшитая на заказ, которая была спидола, и я с ней не расставался. Поэтому, когда я ее увидел, я сразу окунулся в это время. Ну и пластиночки там в эту сумку помещались тоже, я думаю, да, соответствующие? Нет, пластиночки – это отдельное дело, пластиночки к спидоле никакого отношения не имели. Это было отдельное безумие, потому что с пластиночками было туго в те времена, они стоили очень дорого. В основном это были, так сказать, иностранные пластинки, поэтому мы переписывали друг у друга. Вот у меня появился такой, сначала какой-то маленький магнитофон, а потом большой магнитофон Днепр, такой комод. И я этот комод все время таскал, в театр приходил, и вот как-то я иду в театр комедии, в котором я работал, с трудом помещаюсь в дверях с этим комодом, и вдруг какой-то маленький, юркий человек, это как-то сзади, там, чуть-чуть помог, вошел со мной, оказался карандаш. Да, сам карандаш. Потрясающий совершенно дядька, который такой же был маньяк вот этой самой музыки, и мы с ним стали, значит, обмениваться. В общем, я не сразу понял, кто это такой. Когда мы уже поднялись в театр, поставили этот магнитофон, вдруг я смотрю, что мои коллеги на меня смотрят, так сказать, с таким вот... Неужели он знаком с самим карандашом? А я его... Потому что мы же его видели только, так сказать, в цирке, в гриме, а в жизни был совершенно другой человек. Ну, просто в детстве, в юности, наверное, даже правильнее сказать, в студенчестве мы часто обменивались пластами или пластинками, как это принято называть, поэтому, быть может, вы что-то, помимо радио, которое с собой носили в сумке, носили что-то из пластинок, какой-то раритетной музыки, которую хотелось послушать, или вам давали? Если честно говорить, то что такое юность? Юность – это... Вот сейчас для меня это череда встреч с людьми, которые, так сказать, уже ушли, их давно нет, но каждый из этих людей – это целая эпоха. Вот я работал в театре Николая Павловича Акимова, в театре комедии. Сегодня уже второй раз вспоминаете про этот театральный коллектив. Значит, определенная ностальгия там осталась. По тому времени. Это ностальгия, понимаете, по личностям, потому что Николай Павлович – это, ну, как вы скажете, это те люди, которые застали еще Серебряный век. Он родился, так сказать, в эти времена, был мир искусником. Это люди высочайшей культуры. Это люди, в которых, так сказать, очень крепкий стержень и всегда прямая спина в любых ситуациях. Поверьте, времена были непростые. Сейчас непросто, тогда было катастрофически сложно. Песком чаю налейте. Спасибо. И оставаться, так сказать, вот самим собой, радоваться жизни. А в чем была катастрофическая сложность? Чуть-чуть расшифруйте вот это понятие. Было катастрофически сложно, вы только что сказали. Ну, как вам сказать? Это была жизнь, в которой все вам предписано, понимаете? Это же тоталитарная власть, тоталитарное государство. Но мы очень быстро, так сказать, начинали понимать, что ничего важнее человеческого чувства и частной жизни нет. Вот весь этот антураж как-то, так сказать, довольно легко игнорировали. Навязанный антураж, имеется в виду сверху идеологически. И, так сказать, вот постоянная ирония по этому поводу, понимаете, оно как-то вот, ну, оно давало ощущение собственной свободы. Ирония подтекст, второй текст. Да, понимаете, вот, тем более, что Николай Павлович был человек совершенно, ну, блистательного ума и потрясающего чувства юмора. И каждый из нас в какой-то степени естественно был под его... Обаяние впадал, да? Не только обаяние, но и его влияние. Человек на ходу рожал такие, так сказать, перлы, типа, очень хочется написать мемуары, а потом по ним прожить жизнь. И таких... Здорово. Такие перлы рождались вообще каждый день. Но актера... Актера Александра Прошкина он видел в своем театре? Он нашел ему место, как это принято говорить? Он чувствовал его своим актером? Ну, понимаете, у него уже не спросишь по этому... Ну, так это я спрашиваю у вас, поскольку вы знали вот это ощущение взаимосвязи с режиссером. Понимаете, я был, как вам сказать, я был молод, дурашлив. Я пришел в это дело, я бы даже не сказал, что по зову сердца. Я, в общем, очень рано понял, что мне очень тесно в этих рамках, что я по своей природе не актер. И мы начинали с того, что с моим другом, покойным, замечательным совершенно артистом, моим сокурсником Женей Меркурьевым, стали снимать на 8-миллиметровую камеру какие-то дурашливые фильмы. Меня всегда тянуло создавать собственные мифы. Поэтому и даже параллельно с работой в театре я стал работать на Ленинградском телевидении, там, Александр Белинский... То есть режиссерское начало проявлялось уже вместе с актерским тогда, да? Да. И я, в общем, так сказать, довольно быстро заскучал в актерской шкуре. Угу. Ну, может, не давали ролей достойных? Может быть, не дали вам раскрыться этой шкуре? Может быть, ее просто не разгладили, не вычислили, не вывесили? Да нет, я, как сказать, радости особой не испытывал. Понимаете, эта профессия радостная. То есть все 4-5 лет учебы были мучительными? Нет, учеба замечательная. Учеба легко. Это все происходило легко. В Сеуде, там же все равно актерскостей много. Да, у нас был чудный курс из них, так сказать, сейчас выросли замечательные актеры. Многих уже нет. Ленечки Дедичкова, если вы помните. Конечно, знаю. Эмма Виторган, мой сокурсник из москвичей. Саша Назарова, Сережа Кавковкина. Они выросли в больших актерах. И это все были разные люди. Но все, так сказать, творческие, талантливые, неожиданные и молодые. И был, так сказать, был еще некий элемент безумия. Были у нас на курсе такие затейники, выдумщики, которые выдумывали какую-то совершенно свою такую вот жизнь со своими законами, со своими шифрами, со своими словечками. Понимаете? То есть учиться было интересно, да? И тогда мы не думали. Вы не думали о том, что... Интересно быть молодым. Это да. Еще все понятно. Я имею в виду, вы тогда не думали о том, что актерская профессия меня тяготит уже в институте. Тогда такого не было. Вот что я имею в виду. Нет. Это пришло позже уже, да? Уже пришло в театре, когда ощутили себя... Ну, понимаете, это, как сказать, это природа. Это склад мышления. Это, так сказать, некое чувство, так сказать, абсолютной независимости и невозможности воспринимать чужую волю, чужой диктат. А в актерской профессии это одно из слагаемых. Понимаете? Вы все время подневольный, так или иначе. Да, да, да. Ну, вот еще один вопрос для зрителей, кстати, может быть. Почему интересно быть молодым? У каждого, может быть, ответ свой на этот вопрос. Вы подумайте относительно того вопроса, который зададите зрителям. Пока послушаем зрителей. Валерий из Киева дозвонился первым. Валерий, добрый вечер. Александр Анатольевич, вы помните, дорогие, нашей семье имена. Моя мама знала хорошо Елену Юнгер. Да. Вот. Это, по-моему, жена была Акимова. Да, это жена Никопадча Акимова. Да, это была потрясающая женщина, потрясающая... Александр Билинский, потрясающий он был. Хорошо знал балерин всех, Катерина Максимовна. Да. И Леня Дьячков, я его потрясающе люблю, это роли. Александр Анатольевич, я очень люблю ваш фильм «Ольга Сергеевна» с Татьяной Дорониной. Она... Там великолепная роль у нее, Джихар Ханяна. И очень люблю ваш фильм «Видеть Париж и умереть». Спасибо. Александр Анатольевич, у меня к вам только вопрос такой. «Скажите, а почему вы все-таки вернулись к пьесе Вампилова?» Я посмотрел хорошо этот фильм, ничего не буду говорить, мне просто интересно, почему все-таки вы вернулись к этому. Все-таки... Я не говорю, что был удачный фильм «Мельник», «Антон» была потрясающая роль. Мне просто интересно, вы потрясающий режиссер, с успехом, успеха и фильмов, работы. До свидания. Спасибо вам большое за звонок. Я хотел наконец-то в нашей беседе приберечь разговор про Вампилова и про одну из последних киноработ Александра Прошкина. Понимаете, я просто должен признаться, что я вообще не снимал фильмов о сегодняшнем дне. То есть вы дебютант в этом отношении, да? Это был, так сказать, сейчас мой дебют, даже двойной дебют, я снял еще, так сказать, такой лирический комедийный фильм «Охрана» о нашей провинции. И вот такой, значит, некий отзыв, что ли, отклик на Вампилова. Понимаете, потому что мне кажется, что Вампилов один из поразительных совершенно голосов вообще в нашей культуре. Времена меняются, может быть, устаревают какие-то положения, коллизии этой пьесы. Но сам по себе и герой, и расстановка сил, и ощущение ментальности никак не меняется. Поскольку я в основном снимал фильмы исторические, но исторического фильма вообще не существует. Вы сейчас перейдете в другую землю, мы к истории подойдем. Я сейчас просто хочу объяснить, раз мне задан этот вопрос. Потому что исторический фильм Вы всегда снимаете сегодня, с позиции сегодняшнего дня, с Вашего мироощущения того прошедшего времени. Но то нация авторов все равно важна. Поскольку мы одной ногой прочно застряли в нашем советском прошлом, другой шагаем в лучезарное, но не совсем, так сказать, ясное будущее. Как нас разорвет, так Александр Анатольевич, если бы мы там застряли, а это и шагаем. Подождите, может быть, мы оттуда вытягиваем ногу потихонечку? У нас понемножку это и разрывает. Так вот, я попытался снять картину, понимаете, которая вступает в некий диалог с этим прошлым. Понимаете, потому что это и диалог двух времен, того времени, значит, времени такого густапсового застоя, о котором писал Ампилов, и сегодняшнего дня. И диалог двух поколений актеров, замечательных актеров, которые снимались в картине Умельникова. И мне кажется, в общем-то, я специально собрал команду актеров, которые имеют право говорить о сегодняшнем дне. То есть актеров, которые уже имеют свое, так сказать, такое реноме, их уже знают, их голос знают. Они заслужили право говорить об этом времени. И в сущности картина о том, как прошлое возвращается. И как возвращается тот самый герой, от которого нам казалось, что это герой только того времени. Нет. Он и сегодня существует. И сегодня существует человек, который не в ладах с происходящим, а человек, который, так сказать, занимается практически самоуничтожением. Ну, поэтому вы и перенесли его в день сегодняшний. Поэтому мы, как сказать, взяв вас за основу вампировскую пьесу, ну, как бы перенесли всю эту ситуацию на сегодняшний день. И, конечно, значит, наш герой, он отличается. Евгений Цыганов от Дали, он совсем другой. Ну, и сегодняшний Зилов другой. Сегодняшний Зилов, ну, как вам сказать, он уже живет в другую эпоху. Эпоху, может быть, более стертую, что ли. Где вот эта, так сказать, погоня за жизненными благами, это общество потребления, когда деньги стали, так сказать, самым главным составляющим жизни, амортизирует героя. И этот герой уже немножко другой. Но судьба та же самая. То есть про всех про нас, да, кино? Про всех. Мы все же, мы Зилова немного, да? Ну, в какой-то степени не только Зиловой, но и компания, в которой он существует. Дело, которым они занимаются, понимаете? Если в картине Мельникова и в пьесе Вампилова какое-то бессмысленное бытие, которое, значит, там, чего-то там фиксирует, какие-то достижения кого-то, чего-то, какие-то предприятия. То есть абсолютно, в общем, бессмысленное дело. То есть сегодня это какой-то сайт, который обслуживает очередного какого-то богатого олигарха, и люди тратят свою жизнь, свои таланты, свою энергию на совершенную бессмыслицу. Что не иметь и таких контор, таких сайтов, и газетенок полным-полмой поселений. Вот поэтому я как бы снял картину, в которой есть и некий, так сказать, элемент ностальгии, но ностальгии не в таком печальном смысле. Когда прошлое, с которым мы бы должны были проститься, где, усвоив уроки прошлого, не повторять это дело, а это прошлое возвращается и достает нас. Вы подробнее об Александре Анатольевиче я вам в визитной карточке сейчас расскажу, потом вернемся. В этом году снял один из первых советских телесериалов Ольга Сергеевна. Многосерийный историко-биографический фильм режиссера Михаила Ломоносов получил главный приз Всесоюзного телефестиваля в 88-м году. Картина «Холодное лето» 1953 года была удостоена национальной кинопремии «Ника», главного приза на Всесоюзном кинофестивале, Гран-при кинофестиваля в Валансьене, а также был признан лучшим фильмом года по опросу журнала «Советский экран». Фильм «Русский бунт» по повести Пушкина «Капитанская дочка» получил премии на кинофестивалях «Кинотавр» в Сочи и «Листопад» в Минске. Премии также были удостоены фильмы «Трио», специальный приз-джюри за режиссуру на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге и «Доктор Живаго» в номинации за лучший телевизионный сериал. Множество премий завоевали картины «Живее помни», «Чудо», «Искупление», «Райские кущи». Александр Прошкин руководил мастерской на факультете режиссуры Московского института телевидения и радиовещания Останкина. В настоящее время руководит мастерской кинорежиссуры на высших курсах кино и телевидения в ГИК. Лауреат государственной премии СССР. Народный артист России. Все это днем в прямом вашем распоряжении, как обычно. Александр Анатольевич Прошкин сегодня. 617-5197. Любые вопросы можно задавать, включая вот начатые уже темы, которые мы подняли в начале передачи сегодня, к которым будем, безусловно, возвращаться, потому что «Пожайские кущи» я вот на финал себе приготовил, хотел обязательно поговорить, уже начали об этом говорить. Спасибо, что в начале передачи вы вспомнили про Ольгу Сергеевну, назвали эту картину. Вот в самом начале «Зрители с Киева» назвал Валерий одну из лучших ваших картин. Давайте сразу начнем с нее. Наверное, кусочек я вам покажу. Это уже такая абсолютная ностальгия, судя даже по тому году. Ну, лично я по ней ностальгии не испытываю. Это еще почему? Это первый опыт, это картина, которая снималась в непрофессиональных условиях. В общем, это кино, которое снималось в литературно-драматической редакции, которая к этому не приспособлена. Это был такой, как сказать, эксперимент, прорыв, такой полусамодельный опыт. Но там были изумительные, грандиозные актеры. Рыслав Иванович Плята, Олег Николаевич Ефремов, мой дорогой, любимый Армен Джигарханян, Татьяна Васильевна, естественно. Так что там была совершенно еще молодая, чудесная, обворожительная, не елова. Так что, как сказать, это с одной стороны мне дал, понимаете, наши профессии выковываются из человеческих встреч, открытий. Наверное, что-то мы даем актеру, может быть, и много даем, но еще больше они нам дают, потому что актеры, это, как сказать, личности отмеченные. Каждого по-своему Бог отметил. Судя по созвездию имен, которые вы назвали сейчас, наверное, больше режиссеров на тот период времени они давали, нежели вы им. Вы знаете, мне было очень легко, и, как ни странно, хотя я был, в общем, дебютант и, так сказать, еще достаточно молодой человек, но с этими, в общем, выдающимися еще, Ефим Капелян там был, которого я очень любил, было так легко, при том, что ситуация была очень непростая, потому что Эдвард Станиславович Родзинский писал посерийно. И поскольку он действительно большой драматург и мастер театральной драматургии, то он замечательно писал на актеров. Скажем, я говорю, вот хорошо бы нам в следующей серии снять бы Гав, там еще молодой был совсем Гав. И Дуру, и придумывались роли на этих актерах. Под них, под них, да? Да, прямо на актерах. И, так сказать, я понял, что самое интересное в нашей профессии, это, как сказать, достать из актера личность, спровоцировать в нем его самого личности. И в этом смысле, так сказать, вот это была череда, цепь очень интересных открытий, встреч человеческих, которым лично мне очень много это дало. Ну, так тоже ваш университет своего рода, я говорю, я совсем не ностальгирую по этой картине, поскольку руки, режиссерские первые шаги. Да, ну, просто у меня были картины, ну, более... Более мои, так сказать, про то, где я выразил то, что бы я хотел. Ну, вы тогда взрослели как режиссер просто. А Ольга Сергеевна, вы же росли. Да, это было, в общем, еще даже было не кино, а так называлось это телеповесть. Давайте смотреть фрагмент из этой телеповести прямо сейчас. Смешно, что вы показали не Даронину, не замечательных актеров, а меня, изображающего режиссера. А, это все-таки было изображение. Я думал, это все-таки вы перенеслись на съемочную площадку и увидели, как в 75-м году снималось кино. Да, ну, это, как сказать, это все-таки кино не про это. Я еще хочу вспомнить чудного, милого, таланки, чтобы не забывали, Микаэла Таравердиева, который написал музыку к этой картине. И потом выпустил диск и здесь, и в Америке выпустил диск. И здесь, значит, один романс написал для нас Андрей Вознесенский. Это было очень, как сказать, такое замечательное знакомство. Было, конечно, ярчайшая, незавурядная совершенно личность. А второй был на стихе Давида Самойлова, с которым я сдружился, когда мы делали телеспектакль «Пикольский клуб», он писал чрезвычайно остроумные, прелестные совершенно стихи, по которым мы использовали. Нечто вроде такого телевизионного мюзикла было. Вот видите, какое сочетание. И Вознесенский, и Самойлов, и те актеры, которые названы. Это просто замечательно. Давайте смотреть еще одну картину «Опасный возраст». Мы сейчас пойдем по хронологии, друзья мои. Вот так, наверное, будет правильно. Что касается «Опасного возраста», Александр Анатольевич расскажет об этой картине чуть позже, насколько больше ностальгию он испытывает по отношению к этому фильму. Давайте смотреть. Тоже блистательные созвездия актеров, которых мы увидели сейчас. Я не про Антона Табакова вам говорю, поскольку актерская стезя его в дальнейшем тоже не захлестнула. Как и Александр Анатольевича Прошкина, он пошел в бизнес и занялся совершенно другими делами, хотя начинал тоже как артист. Ну, достаточно и «Будрайтиса» вы видите, и «Алису Френдлих». А вы слышите, каким голосом разговаривает «Будрайтис?» Это голос Мактуновского. Это голос Мактуновского, да, да, да. И Иннокентия Михайловича сразу вычеркнулся. А «Алису Брунну», я так понимаю, вы знали давно, еще со времен Ленинграда, да? Ну, я знал, как восторженный зритель, потому что она родилась звездой. И она, как сказать, ну, вот это пример величайшего труженика в профессии. Она потрясающая личность совершенно. Мне очень смешную историю рассказал Йозес по поводу этого фильма. Значит, когда он уже стал культурным атташе и стал дипломатом, работал в Москве с правительственной делегацией Литвы, они приехали в Баку. И вдруг ринулась целая толпа, подхватила его на руки и сказала, «Наркиз приехал!» Весь его дипломатический статус, так сказать, сразу уронили. – А вот эта самая история, которая здесь показана в этом данном фрагменте, насколько она личная, насколько вам знакома? Я знаю, что ваши родители были тоже разведены, да? И не знаю, правда, в какой период это произошло, сколько вам лет было, я не знаю. Но вот я вас сегодня представлял, рассказал про кисти, про краски, про мольберты, про будущую жизнь красивого художника, я рассказал нашим зрителям. На самом деле, отец ведь уже не жил долгое время с вами, но перед временем, когда вы выбирали профессию. – Ну, знаете, это, как сказать, я бы не сказал, что это кому-то должно быть интересно, да. Это было, конечно, с отцом я практически и не жил, потому что, когда мы после войны вернулись из эвакуации, у него уже была какая-то там другая семья, и мы с ним только, значит, периодически встречались, я выслушивал наставления, назидания и прочее-прочее. Он был очень тонкий, хороший пейзажист, но почему-то, значит, безумно увлекся марксистско-ленинской философией. Писал статьи в толстые какие-то журналы, философские по ленинской эстетике. Мне это было совершенно, как сказать, ну, не совсем понятно. – Наш человек, рожденный в СССР. – И когда он мне, значит, это самое, предлагал что-то прочесть, я, значит, тут же все это выкидывал, и наши отношения с ним рушились, поскольку, ну, как-то он понимал, что это уже гиблое поколение растет, которое не верит ни в какие святые идеалы. Вот, понимаете, эта картина была снята, я уже сейчас точно не помню, год, когда практически ничего нельзя было. – Восемьдесят первые. – Восемьдесят первые. – Когда уже было довольно сложно говорить, это накануне перемен, но они еще не наступили. – Ну, еще Брежнев, конечно. – Да, еще это было в Брежневское время. Поэтому, как сказать, мне казалось, что меня и не тянуло на социальные высказывания тогда. Мне хотелось сделать картину, так сказать, о человеческих чувствах, о любви, и о том, что вообще является самым ценным в жизни. А мне кажется, что самое ценное в жизни – это все-таки любовь. – Я думал, зрители спросить. Хорошо, договорились. Роман из Санкт-Петербурга. Роман, добрый вечер. – Алло, добрый вечер. – Добрый вечер. – Александр Анатольевич, порад видеть вас на экране. У меня такой философский, можно сказать, вопрос. Я из Питера. Должна ли у человека творческого быть гражданская позиция? Я смотрю, тут у нас иногда митинги по поводу моста, по поводу башни строительства. Кроме Сакурова, Басилашвили, редко кто высказывается, боятся. А людей очень могут философские споры, диспуты интеллигентские. А вот, чтобы сказать, боятся все, что происходит? – Вот такой вопрос на злобу дня. Извините, что не про ностальгию. – Вы знаете, мне кажется, что гражданская позиция в первую очередь выражается в том, что человек делает. Потому что всегда в том, что вы снимаете, о чем пишете, и видна ваша личность. Виден масштаб личности. Для этого не обязательно ходить на демонстрации с плакатами. – Ну, Илья Хеджакова, например, она совсем делает другое на сцене. – Понимаете, одни ходят, другие не ходят. Но дело не в этом, а дело в том, что вы делаете. И к чему, так сказать, посыл вашего творчества. И это, мне кажется, разные люди. Гражданский темперамент выражается не только в том, что вы выходите на площадь, хотя самые сильные и мужественные люди делают и то, и другое. Я, например, как сказать, небольшой ходок. И не потому, что, так сказать, у меня нет этой гражданской правительства. Но моя гражданская позиция весьма ясная, определенная во всем том, что я делаю. И то, что я делаю, то, что я сделал для меня лично, я не знаю, как для зрителя, для меня, это гораздо большие поступки, чем то, чтобы я, так сказать, вышел куда-то, прошелся. – То есть и то, и то – это не про вас? И выйти, и пройтись, и сделать в профессии что-то? – Да, разные люди, понимаете, разные люди. Потому что мне кажется, что самое главное – это то, про что вы говорите в своем творчестве. – Ну и диссидентствующим настроенным вас тоже назвать было нельзя в те времена советские, да? – Ну, как вам сказать, мы все были диссидентами. – Потому что я сегодня слышал Фавел Вознесенский уже, вы знаете хорошо, Евтушенко. – Это все поколение, так сказать, шестидесятников, так или иначе, это все диссидентствующее поколение. В той или иной степени. Одни в большей степени на кухне, а другие выходили на Красную площадь. Но, так сказать, предчувствие того, что вот это скоро так или иначе разрушится, и наступит какая-то другая система человеческих отношений, она, конечно, была. Начиная с 56-го года, с 20-го съезда. – Давайте смотреть следующую картину, а потом уже я уже задам вопрос Александру Анатольевичу относительно того, как подбирался главный герой на роль Михаила Ломоносова, поскольку я прочел о том, что достоверных источников о том, как выглядел этот человек, по сути дела, не было. Давайте смотреть Ломоносова, а потом вернемся. – Ну, самого Ломоносова в этом фрагменте не очень много показали, к сожалению. – Странновато, да, что почему-то я, который мучительно, значит, там что произошло, Сашу Домогарова, который играл в Самароково, забрали в армию. – Ах, вот в чем дело, пришлось экстренно менять. – Да, и когда мы пытались его высарапать, он сыграл молодого Самарокова, но его ни за что не отпускали из армии, пришлось, значит, каким-то образом мне, значит, там, загримироваться и как-то пересечься, ну, чем-то мы были похожи с Домогарова. Но дело не в этом, дело в том, что, так сказать, даже в этом отрывке видно, что история не совсем простая, это, так сказать, два великих поэта, и Самароков, и Третьяковский. С их точки зрения Ломоносов был, так сказать, западником. И вот этот вечный спор славян и западников, как ни странно, в нашем сознании Ломоносов – это вот такой крестьянин, который в лаптях пришел, значит, покорять столицу. На самом деле не все так просто, потому что, во-первых, не совсем в лаптях, потому что папа два корабля имел, но он и бросил эти корабли, и папу, да, и ушел действительно за истиной. Это особый склад гениального человека, который всегда хочет дойти до самой сути, как говорит Пастернак. Но конфликт этого времени для них Ломоносов был западником. Он и учился в Германии, и немецкое стихосложение привил в Россию, и женат был на немке, поэтому вот этот внутренний конфликт – это конфликт западников и славянофилов. Про Пастернака тоже поговорим, конечно, вы понимаете, в каком роде, и в каком, относительно какой темы, через какое-то время, и о конфликте, который заложен в другом произведении тоже поговорим. Как подбирали актера на роль Михаила Ломоносова? Вы знали, что это должен быть высокий, статный? Там три актера. Но единственное, что известно, так сказать, из описаний современников и очевидцев, что это был очень крупный мужчина с такими крупными чертами лица, скорее такого, какого-то скандинавского типа. Но портрет Ломоносова, который существует в нашем сознании, это переделанный, переписанный портрет, дописанный портрет Эйлера. Нет его прямого портрета, прямого изображения. То есть это копии неизвестных художников, да? Это не копии даже, как бы сказать, это, ну вот, как сказать, вот так вот, что-то там быстро сделали в памяти... О том, что видели. Да, об ушедшем человеке. То есть подлинный... И он же был забыт, к сожалению, понимаете, этот великий человек. Вы сказали, три были актеры? А, три актера, потому что юного актера... А, ну да, 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 в молодости играл Игорь Волков, а основной, так сказать, тяжесть этой... Ну, основную роль сыграл Виктор Степанов, замечательный совершенно актер, которого я вытащил из Тамбова. Я его пригласил... В Тамбове играл Бориса Годунова, в кино, помню, не снимался. Я его пригласил, значит, на пробу, мы сделали грим, одели парик, он сел в кресло, я включил камеры и задал ему один вопрос. Вас не удивляет, что именно вас из Тамбова мы пригласили на роль Ломоносова? Ну, нисколько, а кого еще? Очень по-ломоносовски, почти в лаптях в столице. Да, я понял, что, так сказать, мы попали. Следующий звонок из Москвы, Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, слушаем вас. Я хочу Александру Анатольевичу большой поклон сделать за этот удивительный фильм о Михаиле Ломоносове. Вы знаете, вот прошло 30 лет со дня первого показа этого сериала, но фильм смотрится настолько свежо, интересно и вызывает размышления и ассоциации о сегодняшней жизни. Да, Александр Анатольевич, так уже никто не снимает. Жалко. Ну, вот такой вопрос. Вот после премьеры почему-то этот фильм долго не показывали. Вот лет 10, даже 15. Казалось бы, столько каналов. Но, к сожалению, подзабылся фильм. Вот недавно на канале «Культура» сравнительно недавно. Его повторили. Что-то, видно, менялось в отношении к исторической, наверное, вот этой личности или какие-то другие были причины. И вообще вот о судьбе Игоря Волкова и Виктора Степанова немножко расскажите. Игорь Волков жив-здоров, довольно много снимается. Я не видел, говорят, что он сыграл где-то в какой-то картине уже старого Ломоносова. На этом мне сказал об этом Андрей Караулов, но я не видел. Продолжил, значит, я в 80-х годах. Что касается, значит, Игоря. К сожалению, Виктор Степанов ушел от нас. Умер несколько лет тому назад. Это очень крупный актер, которого я очень люблю и как актер, и как личность. Это очень смелый актер, он совершенно по-разному. Он снимался у меня в трех картинах в холодном лете. Он сыграл милиционера «В увидеть Париж вымереть». Он сыграл острохарактерную роль такого, значит, начальника кадровика. Замечательный совершенно актер, очень крупная личность. Такой вот настоящий русский мужик, понимаете, со всеми, так сказать, очень такой надежный, очень человеческий, прочный, очень, как сказать, честный во всех своих проявлениях. Он очень последние годы жил в Киеве, очень сдружился с Виктором Степановичем Черномырдиным. И я как-то вот с картины «Живи и помню», приехал в Киев, вдруг раздается звонок. «С вами хочет говорить Виктор Степанович Черномырдин». Он говорит, ну что ж ты не заходишь? Я говорю, ну как ты, мы не настолько знакомы, чтобы я заходил к послу. В общем, меня пригласили, и мы с ним три часа проговорили о разном, и в большей степени о Викторе, которую он любил просто как брата. И очень, так сказать, ему помогал в последние годы, сделал все возможное, чтобы мы сделали операцию в Германии. И это настолько был сильный, мужественный человек, что он никому про свои болезни, в общем-то, не рассказывал. И у меня случилось, когда я снимал «Доктора Живаго», у меня случилась такая история, что накануне съемок, за несколько дней, актер отказался от роли. Кто, если не секрет? Я не буду. Тайна? Да. Я никогда не хорошо об актерах не имею права говорить. И я позвонил Виктору, я говорю, вот такая ситуация, я бы очень хотел, там замечательная компания, это потрясающий материал, ты сможешь приехать. Он приехал, и я увидел, что он с палочкой, что он тяжело ходит. И там пароли надо было, это мы снимали где-то под Костромой, там в деревнях, не самые роскошные условия для больного. Пароли, ему надо было поднимать такой большой мешок, как бы тяжелый. Конечно, он был не очень тяжелый, мы специально сделали. И я тогда говорю Олегу Мельничкову, не надо Виктору, пусть Живаго поднимет. Он страшно обиделся и все сделал сам. Это была его последняя практически роль. Это человек потрясающего профессионального мужества и честности. Следующий звонок из Америки, Алла из Балтимора на прямой связи с нами. Если дождались, Алла, добрый вечер. Александр Анатольевич, большое вам спасибо, что вы пришли к нам в гости. Большое спасибо, Владимир, что пригласили хорошего такого человека. Я обращусь к вам, Александр Анатольевич. Вы знаете, я хотела бы, да, наверное, не только я, чтобы вы стали сценаристом и режиссером фильма о летчике, о летчике, который посадил самолет на сельском аэродроме, совершил аварийную посадку на станции Ижма, это кажется, спас 72 человека. И это вокруг этого аэропорта были, а вокруг аэропорта болота. И потом расстилали доски, по этим доскам людей переправляли, по этим доскам потом вытягивали самолет. Вы знаете, это будет такой шикарный фильм. И мне кажется, это вы составите и сценарий, и сценарий, и режиссером будете. И пригласите прекрасных артистов. Спасибо, Аллочка, большое. Спасибо за идею. Жизнь подкидывает сама, да, и новости, и чрезвычайные происшествия, которые происходят. Я так понимаю, это одно из недавних. Подкидывают идеи для киносценариев тоже. Во-первых, огромное спасибо, Аллочка, что эта идея ее так волнует в городе Балтимора. Да, да, да. Но вообще я должен сказать, что меня в большей степени вот такие люди и интересуют. Я никогда не с ним ни про ментов, ни про олигархов. Меня в большей степени интересует вот жизнь простого человека, который способен на очень большое, да, на очень большое дело. На подвиг, о котором, в общем, никто в сущности не вспоминает и не говорит, и, так сказать, никакого пиара ему не нужно. Более того, я считаю, что таким людям, понимаете, вот, как сказать, раскручивать их человеческий поступок, может быть, даже и не стоит. Им просто нужно сказать огромное спасибо за то, что они есть. Картину, которую сейчас я вам покажу, посмотрело порядка 64 миллионов человек. Я думаю, Александр Тович тоже точно понимает, о какой картине говорю я. Но и каждый, кто сейчас из рожденных в СССР находится по той стороне экрана, безусловно, хорошо знает эту картину. Давайте смотреть, потом вернемся. Рожденный в СССР Александр Прошкин у меня в гостях сегодня, 617-5197. Никаких вопросов мы вам уже не будем задавать. До конца эфира остается чуть больше 13 минут, поэтому вы можете любые вопросы сами Александру Анатольевичу адресовать, в том числе вот и про этот фильм, который, как я сказал некоторое время назад, уже наши кинохристоматией являются. Знают его абсолютно все. А совсем недавно, я этого не знал, мне поведала супруга Анатолия Папанова, что это была его последняя работа в кино. Надежда Кратаева рассказала мне об этом. Почему, сами видите, Папанов, которого мы привыкли видеть, таким веселым, лучезарным, балагуром-хохмачом, предстает в финале своей киножизни вот в такой картине. Я знаю, что вы были дружны с Иннокентием Смоктуновским, и он очень хотел сыграть эту роль. Да? Но вы не видели его в ней. Вы понимаете, я ему честно сказал, что мне не нужен здесь исключительный человек, что мне нужен человек с тертой жизнью. Самая, так сказать, типичная история. Все-таки Иннокентий Михайлович – это ярчайшая фигура, это и гениальный актер, и сама фактура человека исключительного. И мы с ним, как сказать, были в очень таких хороших отношениях, и я его преклоняюсь по сей день перед его талантом, перед вообще его личностью. Но только практически один раз мы с ним работали вместе, мы сделали пушкинскую программу, и такой стихов Пушкина. И у меня был такой сложный период, и у него, и это такой получился мрачноватый Пушкин. Папанов согласился сразу? Были у вас сомнения, что вообще он даст добро? Вы знаете, я потом спрашивал у него уже на съемках, а почему пошли в это дело? Все-таки это не главная роль, это вторая роль, и может быть и не такая эффектная. Он мне в ответ рассказал историю, понимаете. Когда, говорит, я вообще был совсем пацаном, работал на заводе в бригаде, что-то там где-то украли, там какие-то детали, и нас всех замели. И два дня мы провели, значит, в этой самой Кутузке, потом разобрались, отпустили. Но страх на всю жизнь остался. А потом, когда рядом стали исчезать люди, это каждый раз такой рубец на сердце. Понимаете, для него эта роль, это было некое избавление от этого чувства, страха, с которым, так сказать, многие прожили эти годы. Хочу успеть вам показать еще несколько картин, хотя время убегает стремительно. Фильм, который покажу сейчас, снят аж в 92-м году, то есть уже в Новой России, получается, снимается кино. Но у меня такое ощущение, что он абсолютно про нас, про советских людей. Давайте смотреть. Ну что, 92-й год, хотя еще такое махровое время советское мы видим, да, на экране. В картине «Увидеть Париж и умереть» Таня Васильевна рассказала смешную историю, как Диму Маликова, по тем временам начинающую супер-пупер-поп-звезду, привозили там на каких-то отдельных машинах, кормили каким-то образом отдельно. Они все жили под одной курьбой, а этого возносили, чуть ли не носили на руках. Ну, быть может, это не главное в картине, конечно. Ну, я думаю, что Таня немножко преувеличила эта легенда. Хотя, конечно, понимаете, я его пригласил на эту роль, во-первых, потому что он заканчивал консерваторию в это время, он пианист, и в нем есть некое, так, очарование нарцисса, человека, который, так сказать, ну, очень собой доволен в жизни. И вот это, как сказать, вот мне нужен был такой человек, которому не так легко сыграть, нужно им быть. Он, с одной стороны, совершенно прелестен, с другой стороны, так сказать, вот такой эгоцентричный. И я в какой-то степени использовал его даже, я бы сказал... Типажность, да, человеческая? Личность. Он очень милый, способный, талантливый человек, Дима. Вот его судьба, в общем-то, состоялась. Он вырос большого артиста. И я думаю, что это какой-то драматический опыт, особенно рядом, конечно, с большой актрисой Татьяной Васильевой, с Любшиным. Это ему было очень полезно. Ну, сейчас я покажу вам другое кино, друзья мои. Хотя вот для каждого режиссера, как для каждого композитора, мы часто слышим, когда рядом со мной сидят композиторы, или артисты, либо поэты, они говорят, что все песни, все стихи, все фильмы – дети. Но иногда, мне кажется, вот выделяется какая-то работа особенным образом, наиболее дорогая, наиболее получившаяся, наиболее задевшая струны души. Мне кажется, вот такой картиной является фильм, который мы увидим для Александра Анатольевича, прежде всего, который мы увидим прямо сейчас. Давайте сначала примем звонок, чтобы не задерживать телезрители. Петр из Бруклина. Петр, добрый день у вас, да? Да. Слушаем вас, говорите, чуть быстрее времени мало. Я хотел сказать, что Александр Анатольевич очень хорошо выглядит, «Тай бог им здоровья», и еще хотел сказать о «Холодном лете». У меня где-то 10 фильмов, советских и российских, которые я могу пересматривать много раз. Вот это один из тех фильмов. Спасибо вам большое. Извините, что прерываю, мало времени остается. Хочется про «Живага» немножко поговорить, тем более, что Александр Анатольевич, если вы не сначала вдруг смотрели нашу программу, сказал, в принципе, вот в чистом виде исторического кино не бывает, сказал мэтр и мастер, который с ним известен нам по многим шикарнейшим историческим кинолентам. Но бывает, когда, вернее, не бывает, а, наверное, есть желание ухватить мысль автора, да, задержаться на ней, сделать ее главной, попытаться понять, что хотел сказать автор, в данном случае поэт. Вы знаете, этот роман – одно из произведений, которого будут периодически забывать, потом возвращаться и читать снова новое поколение, вот как мы читали, вот я читал его в первый раз, когда мне его дали напечатанных… На ночь на две, да? Боря Довлатов, старший брат Сергея дал мне отпечатанные на машинке, я должен был за ночь прочесть и отдать, потому что я жил в коммуналке, если бы кто-то из соседей увидел, могли быть очень большие неприятности, даже не у меня, а у первоисточника. А американских фильмов вам понравился? Ну, понимаете… Вы его называете опереточным вариантом, я читал? Да, не мое дело, это классика мирового кино, естественно, что они про нашу жизнь понимают точно столько же, сколько мы про их жизнь. Ну, не про нас это кино, да. Это, понимаете, это величайшее произведение, и сам по себе этот персонаж Живаго – это вот некий, так сказать, такой, ну, не то чтобы эталон, это вот вечный русский интеллигент, который в первую очередь дело делает, а он людей лечил, он врач, он доктор, диагност и хирург, и занимается творчеством почти в тайне. Но творчество – это гениально. Вы ответили для себя на вопрос, почему первое название романа было другим? – Смерти нет. – Да, потому что этот роман о том, что от человека остается, человек живет в других поколениях в памяти тем, что он создал, тем посланием, которое он отдал. И в этом смысле смерти нет. И Живаго, который, так сказать, в конце жизни превратился почти в бомжа, оставил крохотную тетрадку с великими, гениальными стихами, которые будут жить десятилетия, если не столетия. – Дай Бог, чтобы десятилетия, если не столетия прожили ваши картины. – Ну, что вы. – Дай Бог, чтобы не было простоя в режиссерской работе. Я знаю, что режиссерский труд сладок и приятен, но иногда бывает мучительно тяжел, особенно в те моменты, когда нет работы. Дай Бог, чтобы таких моментов было меньше. Увидимся в Витебске через несколько дней. Я знаю, что вы тоже будете на Славянском базаре. А с вами увижу завтра, дорогие друзья, как обычно. Но на этот раз в 21.30 начнется наш прямой эфир. До завтра.